Мне самому интересно посмотреть, чем закончится эта борьба с искусственным интеллектом. А то, что борьба предстоит, и то, что будут жертвы, у меня нет сомнений. Я думаю, первые жертвы именно в шоу-бизнесе, это будут люди, кто пишет рекламные ролики, рекламные джинглы. Вот с этим искусственный интеллект справится абсолютно точно. Там никаких, так скажем, душевных переживаний не надо. И холодный компьютерный мозг с этим справится. Я думаю, могут остаться без работы битмекера, кто сейчас делает для современных треков всю ритмическую подкладку. Потому что по большому счету они это находят в интернете, готовые вот эти лупы, собирают их в определенном порядке и делают подкладку, под которую потом начитывают какой-то трек. Я думаю, что компьютер это сделает даже гораздо быстрее. И более точно подберет и склеит ритмически. Так что битмекеры могут себе уже, так скажем, подыскивать немножко другую работу. Я думаю, это и произойдет. Что касается группы Чаев, то я не вижу пока никакой опасности. Потому что компьютер не выйдет за нас на сцену, а для нас все-таки основная часть нашей работы это концерты, живые концерты. Люди покупают билеты и приходят на наши концерты именно за живой эмоцией, чтобы посмотреть на артистов, чтобы увидеть эту магию, когда четыре музыканта издают какие-то звуки, которые складываются в популярные песни, любимые зрителям песни. И они чувствуют вот эту эмоцию. Как бы есть ощущение такого единения. Вот за этим люди приходят на живой концерт. И это в ближайшее время точно никуда не денется. Пока, по крайней мере, живы наши зрители, кто это ценит. Группе Чаев ничего не грозит. Если говорить о человечестве вообще, то я все-таки, как оптимист, надеюсь, что человечество справится с искусственным интеллектом. Что инстинкт самосохранения в какой-то момент сработает. И, ну вот мы видим, вот опять же, если в музыкальной сфере, как возвращаются виниловые пластинки, пленки, магнитофоны ленточные. Как вдруг люди после вот этого, казалось бы, бесконечного количества музыки, где-то там в облаке, в компьютере в том же, и где искусственный интеллект им подкидывает всю эту музыку, им вдруг захотелось людям иметь что-то, что можно держать в руках, то, от чего идет какое-то тепло, рассматривать конверт, вот ставить эту иголочку, слышать, как она немножечко шуршит. Вот почему-то людям вдруг снова всего этого захотелось. Я очень надеюсь, что примерно по этому же принципу инстинкт самосохранения человечеству поможет в борьбе с искусственным интеллектом. Поэтому занимаем места в первом ряду и смотрим на битву человека с компьютером.